Ребята, всем привет! А перед началом этого влога хочу отдельно поблагодарить своих любимых спонсоров, а именно Сашу Пельгуй и Никиту Петрова. Ну и отдельно передать привет моим любимым фанам. Хочу сказать вам спасибо за спонсорство, за то, что тем самым мотивируете меня и помогаете развитию моего канала. Но остальным своим подписчикам хочу сказать, что спонсорство это очень круто. Как только вы начинаете меня спонсировать, у вас открывается множество интересных возможностей. Сейчас я перечислю некоторые из них. Когда вы будете писать комментарии, я буду на них отвечать в первую очередь. Также вы сможете видеть эксклюзивные фото и видео со мной, которые никто кроме вас не увидит. Еще вы сможете видеть мои видосики до премьеры. Вы можете себе это представить? Это же очень круто! И это еще далеко не все. Если ты захотел меня спонсировать, тогда под этим видео и под другим любым видео находится кнопка спонсировать. Ты на нее нажимаешь и дальше уже за небольшую плату сам выбираешь, кем ты хочешь стать. Фанам, котенкам, вип-спонсорам или же самым крутым вип-вип-спонсорам. Если ты все-таки решишь стать моим спонсором, тогда мы с тобой станем чуточку ближе, будем вместе расти и развиваться. Ну а теперь можно приступать к влогу. Всем приятного просмотра! Ребята, всем привет! С вами Даша Кошкина и сегодняшний влог начинается с очень интересного момента, а именно мы возвращаемся домой! Ребята, просто меня переполняют эмоции, переполняют счастье, радость. Мы наконец-то вернулись домой! Я знаю, я знаю, у вас сейчас наверняка очень много вопросов по поводу того, что... А что это за дом? Вы же жили в другом доме. Даша, давай рассказывай. Даша расскажет. Так, пока папа заносит вещи, я с вами буду общаться. Какая сегодня погода, прям вообще. Еще и ветер теплый потеплело, очень круто. Итак, с чего бы начать? Очень много мне надо вам рассказать, с вами поделиться. И где-то уже, получается, полтора года назад мы купили дом. Этот дом. И... Так, я хоть снимаю? Да, снимаю. И целый год здесь шел ремонт. Мы очень-очень сильно хотели сюда заехать. Вы даже не представляете, насколько сильно мы ждали этого момента. И вот 27-го, по-моему, декабря... Могу соврать, не помню. Мы за несколько дней, получается, до Нового года мы заехали в наш новый волосы-дом. И кто бы мог подумать, что через два месяца... Да, вроде два. Два месяца, 24-го февраля, рано утром начнется война, и нам придется... Что? А я обязательно покажу, ребята. Обязательно вам покажу. Только чуть позже. Не вытащили? Да, не вытащили. Точно. Там все завонялось, там кошмар. Ты уже посмотрел, да? Нет, я унюхал запах там. Унюхал? А ну-ка, подожди. Если хочешь, покажи своим подписчикам, только разуйся. Мягко говоря. Да, ребят, мы когда 24-го февраля... Так, я положу пока сюда рюкзак. Собирались. Мы забыли выключить холодильник и морозилку. Фу. Представляешь? Фу, ребят, это кошмар. Это просто кошмар. Надо все выбрасывать, все завонялось. Блин, как жалко продукты. Хорошо, что камера запахи не передает. Да, ребят, тут ужасный запах. Ну, давай мы что-то убираем, а потом продолжаем. Я думаю, вам не будет интересно смотреть, как мы будем все это выбрасывать и мыть холодильник. Так что увидимся с вами через... Секунду. Да, ребят, для вас прошла всего лишь одна секунда. Для нас несколько часов. Фу, что я вам хочу сказать. Мыть холодильник, это нелегко. Я все, каждую полочку перемыла. Все продукты пришлось выбросить. И в холодильнике, и в морозилке, которую, кстати, мол, папа... Я переоделась в более удобную одежду. Мы некоторые вещи уже разгрузили. И продолжаем. Вообще, перед тем, как показывать вам дом, так сказать, рум-тур. Да, проведем мы с вами сегодня настоящий рум-тур. Я думаю, так и будет называться влог. Я хочу вам много-много всего рассказать. И наверняка... Так, на чем я тогда остановилась? А, и кто бы мог подумать, что через два месяца мы тут еще толком обжить дом не успели. Нам придется собирать вещи и бежать в более безопасное место. И у вас наверняка в голове созревает следующий вопрос. А как вы смогли вернуться, если тут боевые действия? Я думаю, уже весь мир слышал о таких городках в Киевской области, как Буча, Гастомель и Ирпень. И какие ужасающие события там происходили. Как обстреливали верных жителей. Как разрушали инфраструктуру нереально красивую. И какой кошмар там творился. И эти городки находятся недалеко от моего дома. И оставаться здесь было очень небезопасно, поэтому в первый же день мы отсюда уехали. И не так давно наши военные, ВСУ, этих российских орков выгнали с этих территорий, что те бежали так, что аж пятки сверкали. И пока что здесь тихо и спокойно. И уже многие начинают возвращаться. Но пока что в те именно, конкретно в те городки не совсем можно возвращаться. Так как там сейчас работает полиция, тераборона. И они все очищают от мин, которых там очень много. Убирают технику. В общем, наводят там порядок. Ну, нам повезло, и наш дом не затронули. И это очень хорошо. Я безумно переживала за наш дом. Как он вообще останется целым, не целым. Но, как видите, все пока что хорошо. И это самое главное. Ой, вы не представляете, как я хотела давно здесь оказаться. Я никогда так сильно не скучала за своим домом и не рвалась сюда. Это, кстати, мое любимое место. Я всегда здесь сижу. Всегда здесь кушала, завтракала, обедала. И наконец-то я здесь. В общем-то, у нас тихо, все спокойно. Поэтому мы... И как только об этом узнали, мы вернулись. Я не знаю, сколько мы здесь будем находиться. Долго, недолго. Несколько дней, несколько недель. Но вообще, главная причина, почему мы сюда приехали, чтобы подготовить дом к длительному отъезду. Так как 24 февраля, когда мы собирались, мы толком... У нас была каша в голове, и мы толком не успели здесь все подготовить к длительному отъезду. Мы, как вы уже знаете, не выключили ни холодильник, ни холодильник, и много вещей, которые мы уже понимаем, можно было с собой взять, мы не взяли. Так что вот так. Я думаю, можно приступать к раунд-туре. Я вам покажу сегодня мою комнату, мои любимые места, место, в котором я живу, место, которое я люблю, мой дом. И мы с вами станем еще чуточку ближе. Я только что ходила, я даже не знала, с чего начать. Я вообще не знаю, с чего начать. Ну, начнем, наверное, с прихожей, как и все начинают. Вот наша входная дверь. И как только мы заходим, мы видим перед собой вот такую вот стенку, как вы можете подумать. Но я вам чуть позже расскажу, что это. Это не просто стенка. Справа от нас находится шкаф. Огромнейший, красивенький шкаф, в котором находятся наши куртки, обувь, шарфы, шапки и папы на кепках. Там тоже самое висит, только там, по-моему, зимние куртки. И тадам! Тут такое огромное зеркало. Я. И посмотрите, как это гениально сделано. Вот такие вот деревянные стеночки, через которых видно нашу гостиную, оттуда видно, и оттуда видно прихожую. Очень крутая задумка. Тут столик небольшой, там ящички, отделы, в которых лежат всякие разные там жвачки, очки, всякие аксессуары. Тут такой пуфик, на котором очень мягко сидеть. Вот так выглядит наша прихожая. Перемещаемся дальше. Здесь у нас, как вы поняли, гостиная. И вы, наверное, сейчас такие, а почему так пусто? Здесь должен был стоять диван. Вообще-то он готов на 95%, не на все 100%. Как вы видите, торчат провода. Здесь должны были быть такие красивые фонарики. Здесь должен был стоять такой классный диван, который мы уже наполовину оплатили. И он должен был быть вот уже буквально в середине февраля, по-моему, или в конце. И вот как раз 24 февраля мы уехали. И, к сожалению, дивана пока нет. Вообще, у нас по планам было как бы обживать дом, что-то докупать, какой-то декор, свет, что-то из мебели, и все такое. Но этого не произошло. Вы сами понимаете, почему. Так, показываю. В гостиной лежат, кстати, мешки, которые были у нас в колледже. Вы все прекрасно их помните. Огромное такое окно. Здесь открывается вид на ворота и на нашей машинке, точнее. Там еще мама на машинке. Но мы ее взять с собой не смогли, точнее, поехать на ней. И мы поехали только на одной машине. Все вещи загрузили сюда и уехали. Переходя из гостиной, мы оказываемся в самом потрясающем месте этого дома. На кухне. Здесь находится вот такая барная стойка. Мое место. Что? Что? А что кушать будем? Хороший вопрос. Честно, я без понятия. Мы же все выбросили. Да, все продукты испортились. Мы все выбросили. Что есть? Надо в магазин поехать. Ну, я влог снимаю. Может, ты сам? Да, хорошо. Что ты будешь? Что купить? Что я буду? Ну, можно что-то по-быстренькому, я не знаю. Пельмешки? Да, да. Давай пельмени. Пельмешки? Хорошо. Что-то еще? Белокон, сок. Можно какие-то йогурты купить. Водичка у нас осталась. Можешь купить еще какую-то типа гранолу. Водичка у нас осталась еще. Не все мы долгали. Да. Оставили. И вон водичка. И еще там остались тоже есть. И вот, смотри, тоже. Да, да, да. Так что воды хватает. Ладно, я в магазин. Все, давай удачи. А что тебе? Да, йогурт возьми, гранолу, может, на вечер. Все, давай, татюсик. Давай. Все, папа, уехал, ворота закрылись. Теперь я могу сделать так. Секунду. Ребята, вы просто не представляете, как сильно я скучала за домом. Как сильно я хотела здесь оказаться. Ай. Там, куда мы уехали, было, конечно, хорошо. И в другом любом месте тоже хорошо, неплохо. Но дома намного лучше. Поэтому это место и называется дом. Там, где ты себя чувствуешь максимально комфортно. Но, к сожалению, я бы хотела сказать безопасно. Но в данную минуту я так сказать не могу. Итак, продолжим. Здесь у нас находится вот такая большая барная стойка. Барные стулья, за которыми мы очень любим сидеть. И вот сама минималистичная красивая кухонька. Обожаю здесь готовить вместе с мамой. Такие вот белые отделчики, ящички. Их здесь, как видите, очень много. Аж до потолка. Сам холодильник, который спрятан. И кажется, что это тоже какой-то отдел. Но нет. Так же мы дома оставили нашу любимую кофе-машину. Это отдельная любовь. Я скучала за этим кофе. Все, буду теперь каждое утро делать. Вот наша хлеборезка. Духовка. Hello. Это наша мультиварка. Раковина. И смотрите, какой кран. Тут он держится на магнитике. Вот так вот. И можно отцепить, помыть посуду. И вот так вот примагнитить. Сейчас, секунду. Обратно. Очень-очень удобно сделано. Решила я роли это открыть, потому что как в такую прекрасную погоду можно с закрытыми окнами? Я просто не понимаю. Мне нравятся солнечные лучи. Я от этого кайфую. Так что передаю вам этот кайф. Еще совсем забыла показать вам. У нас в гостиной находится вот такой большой телевизор. И под ним находится электрокамин. В котором видно меня. Ух! Так. Здесь находится саундбуфер. Это дополнение к телевизору. Очень классно вместе с ним смотреть фильмы. Заготовить тазик чая. Тазик всяких вкусняшек. И смотреть фильмы, как мы это с семьей любим делать. Это наш робот-пылесос. Его зовут Дружок. Приятно познакомиться. Ну а мы направляемся смотреть... Террасу. Ну вот такой прекрасный вид. Открывается с террасы на нашу территорию. Еще и в такую погоду это выглядит в разы круче. Сейчас я вам расскажу, что находится у нас на террасе. Здесь, как вы могли уже заметить, находится строительный инвентарь. Тут еще до войны приезжали рабочие и доделывали тут некоторые моменты, нюансы. Точнее, они нам утепляли крышу террасы. Также они устанавливали, застекляли террасу. Так как поначалу здесь планировалась открытая терраса, но мы все-таки поняли, что хотим здесь и зимой сидеть, пить горячий кофе с маршмеллоу и наблюдать за красотой. Также здесь находится настоящая печка. У папы моего мечта вообще здесь готовить различные вкусняшки. Надеюсь, что когда война закончится и все будет хорошо, мы будем здесь готовить и получать удовольствие. Выгляжу я, конечно, сейчас так себе, так как мы с дороги уставшие. Но это жизнь. Пойдемте-ка на улицу. Пойдемте, как елочки. Я вам все покажу. Так. Если я сейчас, конечно, смогу открыть, потому что тут это делать нелегко. Так, я поднимаю. У меня еще и руки потеют. Серьезно? На самом деле там ничего не надо было трогать, надо было просто потянуть и все. Ладно. Это настолько мы еще не успели здесь толком обжиться. Плюс застеклили террасу буквально недавно. Точнее, уже не недавно. Буквально за неделю-две до войны. Так. Я найти смогу. Все. Супер. Так что я еще привыкнуть не успела. Тихо. А что это за звуки? Вы это слышите? Как будто там какая-то птичка. Это стекло трется в веточки. Окей, птичка. Пусть выйдет птичка. Я уже испугалась. В общем, вот так вот выглядит наша елочка. Когда были новогодние праздники, мы включали гирлянду, которая на ней находится. И вместе с снегом это смотрелось очень и очень красиво и атмосферно. И я, кстати, вот окно моей комнаты. Я всегда с него выглядывала, смотрела на территорию, смотрела, любовалась елочкой. И наслаждалась. Все. Мы с вами посмотрели на елочку. Я вам ее показала. Показала нашу территорию. Кстати, елку, игрушки с нее надо поубирать по коробкам, разложить. Потому что, ну, весна, скоро лето, и у нас елка украшена. Это вообще соседи, наверное, смотрят, такие, че? Че? Так, я захожу. Давай! Я это сделала. Я уже зашла в дом. И настало время, когда я вам расскажу, что это такое. Нет. Это не обычная стена. Это шкаф с огромным количеством отделов. Вы можете себе это представить. От потолка до пола. Это все отделы, где лежат наши различные вещи. То есть, я вот так вот нажимаю, открываю. Кстати, вот коробки от игрушек. И вот сколько отделов. Так что здесь много всего можно ложить. Ну и дальше здесь находятся четыре комнатки. Здесь у нас котельная. Наши вещи, которые, получается, с 24 числа здесь висят. Здесь первый туалет. Вот так вот здесь все выглядит. Кстати, интересный факт. Этот душ на первом этаже мне нравится даже больше, чем на втором. Я не знаю. Наверное, потому что я... Мне, чтобы помыться, нужно не меньше часа. Вот такая вот я. И там, как бы, общая ванна. Там моются родители и я. И всегда, когда я там моюсь, родители меня торопят и говорят, Даша, давай быстрее, мы уже спать хотим. А здесь, когда я прихожу и моюсь, меня никто не трогает. Я могу здесь хоть часами находиться. И это реально балдеж. Здесь находится мой скраб. Гель для душа. В общем, все мое. Можно так сказать, это моя личная душевая. Так, а мы идем дальше. Котельную я вам показала. Здесь находится постирочная. Здесь стиралка. Здесь мы увешиваем вещи. В общем, там особо ничего неинтересного нет. Так. Там вещи разложили. Красиво. И мы заходим с вами в следующую комнату. Это у нас гостевая комната. Здесь, кстати, находится тот самый морозильник. Здесь очень много коробок от телевизоров, от разной другой техники. Всякий хлам, коробки, газировка, вода. Это, как вы можете подумать. Наверное, стена, да? Но нет. Это тоже шкаф. Здесь должен был быть телевизор, но его еще пока тут нет. Здесь. Что у нас здесь? Тут много всего. Для съемок. Там концтовары и все такое. В будущем должна была быть или диван раскладной, или кроватка, чтобы, когда гости к нам приезжали, мы могли их встретить и поселить в этой гостевой комнатке. Так, ребятки. Я уже поняла, что я вам весь первый этаж показала. И мы с вами переходим ко второму этажу. Так. Выключаем свет. Закрываем двери. Тихо. Мне кажется, или папа приехал? Папа приехал! Он довольно быстро. Сейчас. Я вообще разузнаю, как, да что. Купил, не купил. Ну что, как дела? Купил. Ну а? Как дела? Купил? Да, купил. Но магазины там... Пустые, да? Полупустые. Угу. Но хотели, я все купил. Ну, отлично. Как слышите, ребята, магазины полупустые. Ай. С доставкой продуктов в магазины мне очень легко сейчас. Ну, главное, что ты все купил. Да, пельмешки есть. С поводу не умрем. Это уже радует. Уже очень много людей возвращается. Да, это хорошо. Да. Ну да, узнали, что ты тихо, спокойно, и теперь все едут. Как и мы. Не все. Ну, не все, но многие. Так, ты продукты занесешь, а я пойду на второй этаж. Ты еще не снимала там? Не, 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 я еще не снимала. И вот мы уже на втором этаже. Когда мы поднимаемся, первую комнату, что мы видим перед нами, это комната моих родителей. Та-дам! Тут уже папа принес свой компьютер. Вот так вот выглядит их кровать. Тут отдельчики, полочки. Окошко большое. Такой же увлажнитель, кстати, есть у меня в комнате. Вот такое вот удобное кресло, на которое я сажусь. Папа несет вещи мои и свои. Эти вещи в мою гардеробную надо занести. Нет, только рюкзак поставлю здесь. Да, да, да. Все, спасибо. Так, я подсяду ближе. Вот так вот выглядит мамы на рабочее место. Мама тут обычно красится, но будет марафет. Вот такое гигантское зеркало у нее. Вот так вот. Пельмени варить сейчас или потом? Пельмени сейчас. Я уже голодная. Я могу сам все съесть? Нет. Почему? Потому что я тоже хочу кушать. Так ты вроде как на диете говорила, нет? Так и что, ну, диета. Мне одно говорит, а совсем потом другое. Подписчики знаете, все знаете. Так, все, иди готовь. Я тут сама буду обращаться. Давай. В общем, вот такая вот комната у моих родителей. А мы идем дальше. В вот эту комнату. Так. Включаем свет. Заходим. Это вторая ванная. Здесь находится и душ, и сама ванна. Кстати, ее я принимала буквально один, по-моему, или два раза. Вот тут вот у нас. Сейчас я закрою двери. Находятся шкафчики. Это чтобы вы понимали, сколько мы вещей поставляли. Вообще много чего не взяли с собой. Вот так вот. Так что надо будет забрать кое-какие вещи. Та-дам! Самое мое любимое это зеркала. Здесь имеется вот такое вот большое зеркало. Включаем свет. Это тоже вообще-то отдел всякой всячины, маски, умывалки и много-много всего другого. Здесь зубные пасты и тоже много разного всего. Надо будет очень много вещей перебрать, некоторые выложить, некоторые забрать с собой. Но это все будет позже. А сейчас мы идем в самое интересное место. Мою комнату. Та-дам! Вот так вот и выглядит моя комнатка. Как же я рада быть здесь. Я до безумия люблю свою комнату. И я очень сильно скучала за своей кроватью и хотела на нее лечь. Так вот, сейчас мы это и сделаем. Ой, ребят, это просто кайф. Я просто обожаю свою кровать. Она безумно комфортная, удобная, большая. И, кстати, заметьте, тут уже лежит медведь. Мой любимый медведь, который охраняет мою кровать. Все, сиди здесь. Увидимся с тобой позже. А мы с вами идем дальше. Возле моей кровати находятся две тумбочки. Там, кстати, уже заряжается мой компьютер. А с этой стороны стоит увлажнитель, такой же, как у родителей в комнате. Находится окно. Обожаю большие окна, как вы могли уже заметить. И посмотрите, какой шикарнейший вид открывается с моего окна. И отчего мне грустно, зайдя в эту комнату, так как здесь видно всю эту панику. И весь тот беспорядок, который происходил в первый день войны. 24 февраля. Просто раскиданы полотенца. Лежат мои всякие тетрадки, учебники. Ручки. Потому что я не знала, что брать. И просто вот так вот брала, потом ложила, перелаживала. В общем, вот такая была голова. Особенно это видно по моей гардеробной. Вы можете заметить, как тут просто лежат мои теплые носки. Полнейший беспорядок. Как видите, я это все складывала. Кстати, вот худи, который я сняла. Я это все складывала. Планировала ложить, потом в какой-то момент передумала. Тут полотенце, худеялка моя. Мои, кстати, любимые штаны, которые я не взяла в итоге. Я не понимаю, почему. И много всего другого. Как видите, на вешалках ничего уже не висит. Халат разве что. Коробка там тоже одежда. Всякие сумочки тут мои стоят. Много всего пооставалось. Ну, вот так выглядит сама моя гардеробная. Сейчас включу. Сейчас включу. Большое зеркало в пол с подсветкой. Я всегда здесь стою. Любую с собой. И проверяю фигуру. Раскрываю все секреты. Тут очень много полочек. О, кстати, забыла рассказать. Вот тут сверху находится чердак. Мы вообще думали как-то... У меня опять садится голос. Можете себе это представить. Мы думали как-то что-то придумать. Как его использовать. Что тут оскладывать. Но так и не придумали. Надеюсь, в будущем что-то там будет интересное. Так. Тут тоже много полочек. В общем, вот такая вот у меня гардеробная. Тушим свет. И... И тут тоже тушим свет. И направляемся дальше. Это еще не все. Также... Та-дам! Есть гардеробная родителей. В принципе, я тут особо ее показывать не буду. Тут вещи родителей висят. И это еще не все. Мы заходим в следующую комнатку. И как вы можете заметить, она не готова. И вообще мы здесь с семьей планировали сделать спортзал, но... Даша. Что? А я, кроме пельмешек, еще кое-что купил. Огорячка. Серьезно? Да ты молодец. В общем, я их замариновал. Сам? Ого. Ну, а кто еще? Конечно, сам. Пельмешки сейчас будем кушать. Пусть то, крылок отснимешь. А это на вечер. Пока не будем мариноваться. Смотри, какой классный рассольчик. Смотри. Ай, какая красота. Хочешь попробовать рассол? Да, давай. Ммм. Вкусно? Ммм. Мне нравится. Одобряю. Сейчас пока они это, помаринуются. Потом я их для корочки на сковородочке, чтобы корочка была. Точно. А потом в духовку температура... За что ты мне это рассказываешь? Я сейчас кушать захочу. А вдруг твоим подписчикам интересно. Ну да. Потом в духовку температура 180 на 30-40 минут. И все. И вкуснотища. Ну все, иди готовь. Ого. Вот это поворот событий. Я не ожидала. Я думала, ты только пельмени купил. Ну и то, что я еще попросила. Вот так вот. Папа молодец у меня. В общем, эта комната не готовая. Мы здесь планировали спортзал. Но наши планы накрылись. Тут тоже есть большое окно. И вообще, если здесь когда-нибудь будет спортзал, мы здесь будем заниматься. Мне кажется, здесь будет очень круто. Мы планировали вот здесь в углу. Я вам уже рассказываю свои мечты и планы. Я бы хотела, чтобы здесь стоял стояла беговая дорожка. Возможно, еще какой-то тренажер. Еще не знаю, какой. И все. Спортзал можно вообще не ходить, обоиметь, не покупать, потому что дома свой спортзал. Круто. Ну что, ребята, это видео подходит к концу. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео, понравился наш дом, понравилась моя комната. И, честно, мне было нелегко снимать это видео, так как после поездки мы очень устали, очень хочу кушать. и просто мысли в голове я не могла сформулировать, так как очень устала. И, честно, когда мы добирались сюда, это была поездка не из легких. Очень много всего случилось с нами по пути домой и множество блокпостов, так как война в нашей стране. Мы еле нашли электрозарядку, мы не могли зарядиться, зарядить нашу Теслу. Когда мы все-таки нашли эту электрозарядку, мы встали в каком-то поле, вообще непонятно где, было темно, 12 часов ночи. Вы можете себе это представить, как мне было стрёмно? И мы там пробыли 5 часов, пока заряжали нашу машину. Я пыталась уснуть в машине, и я не смогла этого сделать, так как из-за стресса, из-за нервов, я не знаю, скорее всего, это из-за этого. У меня очень сильно болело тело, и я не могла уснуть. Плюс мысли разные, и у меня, и у папы так и не получилось поспать. В итоге где-то в 4 утра, в полпятого, мы продолжили наш путь. Мы ехали, ехали, и нам до дома оставалось буквально меньше часа, и на последнем блокпосте нам сказали, объезжайте, так как там, я вам уже рассказывала, мины, много техники, много завалов, и там просто проехать нереально и опасно для жизни. Поэтому мы целых полтора часа объезжали, чтобы оказаться дома. И вот мы здесь, и честно, по пути сюда, мне даже казалось, что, возможно, на каком-то блокпосту нас просто оттянут и скажут стоп, туда дальше ехать нельзя, небезопасно. Так что, разворот, и едьте обратно. Такое тоже могло случиться. Но мы ехали на свой страх и риск, и мы дома, все хорошо. Я очень этому рада. Ставьте этому видео лайки, подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, делитесь этим видео с друзьями. И я очень надеюсь, что вам нравится такой формат видео. Лично для меня он до сих пор непривычен. Я привыкла быть с друзьями, снимать колледж и все такое. Да, я думаю, и вы привыкли, но так как сейчас такое время, и мы пока не можем снимать колледж-сериал, я снимаю для вас влоги. Я думаю, вам нравится наблюдать за моей жизнью, что у меня происходит на самом деле. Никакой постановы в этом нет. Я такая, какая есть. И думаю, вам нравится за этим наблюдать. Пишите в комментариях, опять же таки, как и в том видео, я вас прошу, что бы вы хотели, что бы я вам рассказала, показала, может быть, куда-то поехала, я не знаю. И что бы вы больше хотели узнать о моей жизни. В общем-то, ребята, и всем пока-пока, до новых встреч. Даша, привет. Я здесь, в гардеробной. Значит, пельмешки готовы. О, пельмешки готовы, мы идем кушать. Да, пока я их не съел. Все, ребята, всем пока-пока, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!